Итак, друзья, мы продолжаем освещать Занзибар. С вами в студии Юлия Игнатенко и Оксана Корольчук, которая недавно вернулась из Занзибара. Нам приятно, что вы нас смотрите, задаете вопросы. Вот первый вопрос от Людмилы. Очень интересно, девочки, есть ли там рыбные базары, как в Кургаде, чтобы там сразу же приготовили покупку? Рыбный базар есть большой в Стоунтауне, очень большой. И, конечно, у нас был отель возле деревни Уро. Да, есть рыбный базар, причем вот рыбаки привозят эту рыбу и тут же ее и чистят, вот осьминоги. Очень интересно, дети забавно, они в песке их так отбивают. И очень вкусно готовят. Да, есть. Поезжайте, вы насладитесь. А можно ли самому во время отлива пройти, найти осьминога, найти, прийти в деревню и сказать, вот сделай мне его? Я даже больше скажу, вы можете прийти в свой отель и сказать, вот, приготовьте мне. Все. Это вообще покорило меня, да. Ну как, самая свежая рыба своего улова, а осьминог это вообще супер был бы. Хорошо, теперь мы давай все-таки остановимся на том отеле, который ты выбрала. Да, выбрала я отель Palomba Reef Beach Resort. Три звезды. Отель, повторюсь, что мы выбирали именно, чтобы он был посреди острова, чтобы он был аутентичный, чтобы было рядом деревня, куда мы могли ходить, общаться, смотреть. И мы не прогадали, я вам скажу. С питанием All Inclusive Soft, плюс цена-качество. Нам очень понравился, ну очень зеленый, цветущий, невероятно красивый отель. Боже, а где же наши фотографии твоего цветущего? Ой, боже, где деточки? Да, это вот в поселке мы ходили и угощали детей. Что ты советуешь? Я советую обязательно поехать, посмотреть, привезти туда конфет с собой, угостить эту детвору. Вы знаете, те глаза и то счастье, которое я... Это невероятно, потому что у нас совершенно другая жизнь. И наши дети конфетам, ну вообще как бы мы живем в другой жизни. Давайте про отель. Да, давай про отель. Значит, отель, вот посмотрите, какие фотографии. Вот это папайя, просто рукой дотянись. Вся эта природа, ну, околдовывает на самом деле. В отеле семь бунгало трехэтажных, два бассейна, главный ресторан, есть спортзал, есть волейбольная площадка, прекрасные номера с кондиционером, с люстрой, вот с вентилятором, да. Есть, ну, то есть все условия созданы. Конечно, очень интересно, это даже кровать с балдахином, ты как принцесса там живешь. Ванн, ну, душевая комната есть с туалетом, да, и, ну, все есть. То есть как для трезвездочного отеля он, ну, невероятно хорош. Ну, а по питанию, скажем? В питаниях все было, разнообразие, всегда были фрукты. Ананасы – это вообще гвоздь программы, а ананасы какие сладкие, сочные, ну, бомбические. Вы знаете, там гости, которые вот отдыхали, там все же знакомятся, были очень много гостей, которые отдыхали в Таиланде. И это их слова, они говорят, что в Таиланде не настолько сочный ананас, как здесь. Поэтому надо ехать, пробовать, смотреть. Конечно, если папайя растет прямо вот так вот, подходи и, смотри, никто же ее не рвет. Значит, значит, в отеле было достаточно фруктов. Достаточно. И папайю давали, и ананасы, и манго, и маракуйю, и морепродукты давали, и рыба была, мясо. Вообще хозяин отеля – итальянец. Поэтому, вы же понимаете, насладиться пастой, пиццей – это просто… Не просто пастой, а со свежевыжатыми, свежевыловленными морепродуктами. Да. Я уже сама как будто ощущаю этот вкус. Хорошо. Ваш All-Inclusive все-таки не предполагал алкоголь. Да. Ну, разные есть люди, то есть не все такие запасливые, как вы, и не все, допустим, взяли с собой. Если есть в этом необходимость, можно ли это приобрести в отеле? И если, ну, что-то типа алкомаркетов, и можно ли это приобрести где? В отеле вы можете на баре абсолютно спокойно брать напитки. В отеле по отелю деньги не ходят, вам выписывают чек, собственно говоря, как и за другие услуги, например, массаж. И вы при уже выезде из отеля, вы рассчитываетесь по своим чекам. Конечно, напитки можно покупать и в поселке есть, да. Продается и пиво, и их напиток. А чем вы вообще занимались в отеле? Или вот есть ли какое-то понятие анимации? То есть по вечерам, я понимаю, что прекрасно, конечно, ужин на берегу океана, но именно в самом отеле. В самом отеле. Ну, прежде всего, это все-таки изучение океанского дна. А по вечерам? А по вечерам. По вечерам у нас были шоу-программы. Где-то у нас были шоу-программы. Наверное, мы попросим наших режиссеров вывести со звуком. А со звуком можно? Так, это кто у нас? Это Масайш? Да. Масайш? Масайш? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Оксан, у нас еще один вопрос от зрителей. Какой отель порекомендуете на севере острова, чтобы не было отливов в Кенве? Ну я порекомендую, вот у этого же хозяина есть отель Palombo, 4 звезды в Кенве. Да, потому что я отдыхала в этом отеле, я знаю какой вот сервис, я даже не сомневаюсь, что там будет по-другому. Там точно так же будет хорошо. Четверочка. Четверочка. Это троечка, я смотрю, троечка с территории, с хорошим питанием, с хорошей шоу-программой. Можно даже никуда не ездить, ни на какие шоу. Да. Каждый вечер, да? Каждый вечер была шоу-программа, каждый вечер. Ну прекрасно, там еще, по-моему, у нас какое-то было шоу. Мне очень понравилась девочка такая кукольная, почти такая же, как статуэточка, которую ты привезла. Да. Да, очень интересно. Отель, наш отель, вот этот вот, Паломба-Риф, он находился на первой линии, в Кенва будет на второй линии отель. Ну я думаю, что это не проблема, абсолютно. Просто вы уже понимаете, видите, какой сервис. Друзья, и в частности, кто нам задает вопросы, я хочу сказать, что отелей очень много. Побережье, как мы уже сказали, разнообразное, и у каждого свои потребности, что вы хотите получить от этого отдыха. Поэтому нам очень ценно то, что вы обращаетесь к нам, то, что вы смотрите нашу программу. Я думаю, что мы продолжим освещать такой славный остров Занзибар, это направление. А если у вас, к сожалению, наше время подходит к концу, и все вопросы, которые вас интересуют, пишите нам и в Facebook, пишите нам на почту. Звоните нашим менеджерам, напоминаю, наш сайт bamba.com.ua, и подписывайтесь на нашу страничку в Facebook. Там вы можете увидеть самую свежую информацию о наших путешествиях. Спасибо за внимание. С вами был Паганель Тревел. Всего доброго.